Лицо Бога Вы знаете, что люди неверующие, которые не верят в Бога, они переживают страдания. И они переживают эти страдания, потому что они это делают по своему неверию, высшей силой и в том, что Бог всемогущий сотворил этот мир. И для них понятие страдания – это часть, естественно, отбора. Сильный выживает, слабый должен умереть. И, конечно, в этом мире, если ты не знаешь Бога, ты все время будешь переживать, все время будешь в напряжении, как же быть дальше. Но когда вопрос поднимается среди глубоко верующих людей, когда те проходят через долины смертной тени, они не всегда понимают, почему же любящий Бог, который позволяет трудности проходить в своей жизни, когда приходит боль, когда приходит дискомфорт, это же не в природе Бога. Почему это происходит в нашей жизни? Почему люди верующие страдают? Житейским примером. Когда детки были маленькие, мы брали их в больницу, в поликлинику, чтобы прививки им делать. И когда они уже подрастали, они уже могли распознавать медсестер в белых халатах. И когда они видели, они начинали уже истерически плакать, хвататься за маму. Я думаю, что мамы могут понять, о чем я говорю, да? И в маленьком человеческом разуме такой вопрос, почему моя мама, мой папа, мои родители, они такие отдают на истязание, потому что укол должен быть сделан. И, возможно, температура потом будет. И вот это человеческое, когда потом после доктора, после медсестры ребенок, плачущий, возвращается к матери. Замечали ли вы, что когда попадают в объятия матери, они сразу тут же успокаиваются? И этот пример, я верю, что можно применить и к Богу, что Бог знает. Когда мы проходим через долину смертной тени, Он знает, что будет с нами. Он знает, что произойдет, и Он хочет, чтобы мы знали, что Он рядом с нами. И Псалом 22 говорит так, откройте, пожалуйста. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим. Он подкрепляет души мою, направляет меня на стези правды. И если я пойду, если Он меня поведет долиной смертной тени, не убоюсь зла. Почему? Потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. У меня есть вопрос к вам. Задумывались ли вы когда-нибудь, когда вы сами лично попадали в такую ситуацию долины смертной тени? Задавали ли вы вопрос, а действительно ли Бог там был, когда я была в этой ситуации? Или это просто может быть Писание? Или это просто доктрина? И я просто должен просто читать? Но на самом ли деле Бог есть в той ситуации, в которой я прохожу? Кто из вас не знаком с названием Аушвиц? Аушвиц – это то место, где погибло очень много людей. И это место может возбудить только чувство ужаса и отвращения. Там погибло 4 миллиона евреев и много сотен тысяч людей разных национальностей. И был такой случай в Аушвице. В июле 41-го года сбежал один из заключенных в Аушвице. И по правилам этого лагеря 10 человек должны быть убиты. И коментант на УБУМ выбирал десятерых. И зачитывалось имя. И отправляли в карцер. И не давали ни воды, ни пищи. И так они умирали. И когда комендант выкрикивал имена, был такой человек, десятый, его завалик кожевничек. И когда вызвали его, он начал неистово кричать. И говорит, ну как же мои дети, как же моя жена? И он нарушил дисциплину лагеря. И атмосфера поменялась, напряжение пришло. И солдаты схватились за оружие. Собаки ждали команду, что делать. И в это время сквозь толпу начал проходить один человек. И он говорит, господин комендант, можно я уйду? Я пойду вместо этого человека. В это время атмосфера еще более изменилась. Потому что все ожидали, что же будет следующее. И на что интересно, эсэсовец спросил, кто ты такой? А он говорит, я священник. Он говорит, у этого человека жена и дети, и он молодой. А я уже, у меня нет ни жены, ни детей, я уже в преклонном возрасте, позволь это. И он сказал, просьба удовлетворена. Священник Колби вместе с девятью заложниками были отправлены. Но он не умер от жажды и пищи. Он умер, потому что ему внесли укол с карбоновой кислотой в сердце. И 14 августа 1941 года он умер. Кожевничек вернулся потом к своей семье домой. Каждый год, 14 августа, он возвращается в Ашвец почтить того человека, который отдал жизнь за него. Также он в своем саду построил монумент в знак того, что сделал он для него. Потом Папа Римский канонизировал этого человека за его действия. И мы можем задать вопрос, был ли Бог в жизни священника Колби? Потому что, естественно, проходил долину смертной тени. Пожалуйста, откройте, пожалуйста, со мной «Деяния апостолов», 3 глава. С 1 по 6 стих. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 10. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называем красным, просить милостыни у входящих в храм. Он увидел Петра перед входом в храм, просил у них милостыни. А Петр и Иоанн, всмотревшись с него, сказали, «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что я имею, то даю. Во имя Ишо Мессия Назарея встань и ходи». «И взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились ступни его. И вскочил, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога». И казалось бы, какая прекрасная картина, да? Человек, который стоял, его приводили, там написано. И он ожидал чуда, и чудо свершилось. И казалось бы, все должны были радоваться, пришли изменения, чудеса начали исполняться. И восторг должен быть. Но не так-то было. Мы из Писания чуть дальше читаем, что это кому-то не понравилось. А не понравилось властям, религиозным лидерам это не понравилось. И они на то время были чиновники того времени. И они потом вызвали на допрос Петра и Анна. И мало того, что они спрашивали, потому что они боялись. Эти люди были не ученые, они не знающие. И они, возможно, говорили, что «Кто вы вообще такие?» И Писание говорит, что они запретили им говорить о Ишо-Мессии. И далее написано, что с угрозой они даже угрожали, запрещая говорить им о Господе. Что может случиться, если нам будут угрожать за нашу веру? Что, если я вам скажу, что придет время? Что, если придет время, и вам придется сидеть на определенное время в каком-то отведенном месте за веру, как это было в Советском Союзе? Вы знаете, что пастырь, который сочитывал меня и Валентина, он сидел в тюрьме много лет. Валентина дедушка и двоюродный дедушка тоже сидел за веру, только за то, что они отказывались молчать о Господе нашем Ишо-Мессии. Что, если я вас спрошу, что вы будете делать, если вам скажут, не говорите, не молитесь, не посещайте богослужения, не приводите детей на служение, как это было в советское время, не организовывайте репцентры. Другими словами, не спасайте людей. Мы вам запрещаем под любым предлогом. И представьте себе на место Петра и Иоанна, что они делали, и как они отвечали чиновникам того времени. Как бы мы поступили? Молчали бы мы или мы бы все-таки сказали? Может быть, для нас долина смертной тени это может быть любое давление, которое мы проходим в жизни или переживание. И когда что-то случается в нашей жизни, то, что мы не ожидали, приходит первое замешательство, непонимание. И вопрос сразу, Боже, что происходит? Неужели ты в этой ситуации? Я не могу поверить, что это происходит со мной. Но я должен знать. И ответ должен прийти от тебя, что ты есть в этой ситуации. Есть такое выражение доверяй и будь послушен. А если вот все, кто меня знают, мы по жизни с Валентином как-то доверяй, но проверяй. Прежде чем кто-то что-то говорит нам, мы задаем вопросы. Я вообще люблю вопросы очень много. Прежде чем я дам ответ, я задам несколько вопросов. И если кто-то говорит, что вот это правда, вот я слышал то-то-то, мне интересно источник, на самом ли деле это правда? Другой источник, третий источник. Для чего? Для того, чтобы на самом деле вот эти убеждения, ответы, они на самом деле были истинны. И знаете, почему это важно? Потому что для нас очень важно знать, что Библия говорит. Мы должны ответить сами себе на вопрос, истинно ли Писание, истинен ли Бог, являлится ли Ишоха Машиих тем, что Писание пишет о нем? Является ли Он Господином в моей жизни? И это очень важный вопрос для каждого из нас сегодня. Кто Он есть в твоей жизни? И мы должны определиться в каждом, в каждом своем сердце, что Он есть Бог. Псалмопевец писал, что если я пойду в долину смертной зла, почему? Почему я не убоюсь зла? Потому что я такой сильный, отважный, смелый, и я ничего не боюсь, вот такой Бог меня наделил. Нет, потому что ты, потому что твой жезл и твой пор, отчаивает меня. И что бы ни произошло, Господь в контроле, Господь рядом, и Он хочет знать, чтобы мы все знали, что Он с нами, Он рядом, Он в контроле всего. И я здесь для того, чтобы сказать, что есть надежда, и надежда только на Господа. И второй вопрос, что сработает ли это в моем случае? хорошо, я верю, трудности проходим, ситуации различные проходим, но будет ли это писание работать в моей жизни? Есть еще один прекрасный пример, мы в преддверии Пурима, и я знаю, что на следующей неделе мы будем иметь сценки, будем очень много говорить, но в это время я бы хотела также обратить внимание на Исфирь, и может быть, потому что на следующей неделе я не смогу говорить, но это то, что у меня на сердце, вот этот случай еще рассказать про Исфирь. Откройте, пожалуйста, первую главу Исфирь, пятый и восьмой стих. По окончанию сих дней сделала его находившись в престольном городе Сузах от Большого до Малого пир семидневный на Садовом дворе дома царского. Белые бумажные и яхонтового цвета шерстяные ткани, прикрепленные виссонными пурпурными шнурами, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Обратите внимание, золотые и серебряные ложи были на помосте, устланном камнями зеленого цвета и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Напитки подаваемые были в золотых сосудах и в сосудах разнообразных, ценой в 30 тысяч талантов, и вина царского было множество по богатству царя. Питье шло чинно, никто не принуждал, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делали по воле каждого. Я не знаю, будучи по профессии дизайнером одежды, и когда вот читаю Библию, для меня вот Библия, я иногда вижу в другом цвете, вот когда я читаю, обращаю внимание на цвета, на всякие украшения, на всякие предметы интерьера, декора, и для меня вот, я всегда задаю вопрос, зачем вот это описывается? И я так понимаю, что это по какой-то причине автор решил написать это. Зачем? Ну, зачем вот, например, вот эти шерстяные ткани яхонтового цвета, кто из вас представление имеет, что это за цвет? Кто не знает, я вам хочу сказать, что это очень шикарный цвет, это как цвета радуги, они сочетаются, если посмотреть, разные вот это гамма, и представьте себе шерстяные ткани покрасить в то время. И вот мы можем даже видеть многие картины того времени, что на самом деле все было красочно. Или висон, это золотая тонкая ткань. И представьте, вот когда мы читаем, почему в книге «Исферь» описывают вот эту красоту, почему автор не решил написать просто как антисемитский режим, решил уничтожить евреев. Вот зачем нужно было вот это описывать, вот эту красоту? Но я верю, что описывая это, здесь я увидела, что мы все живем в этом мире, мы любим красоту, мы любим удобство, нам нравится. И это как бы представляет нашу мирскую жизнь или нашу жизнь в мире. Потому что главная суть и смысл книги «Исферь» это спасение еврейского народа. Но также посреди всего этого показывает, что вот была еще жизнь. Точно так же, что мы духовные люди, но мы живем в этом мире, мы сталкиваемся с разными проблемами, мы с разными ситуациями, и нам нужно понимать, что Бог делает сегодня в наше время. так же, как и мы в нашей жизни, мы делаем совершенно разные вещи, которые не имеют никакого отношения к спасению. Например, мы спим одну треть часть нашей жизни, мы платим счета, мы ходим на работу, нам нужно кушать, нам нужно стоять в очередях. И иногда мы думаем, слушайте, ну это же не важно, это же не имеет никакого отношения к спасению. Но я вам хочу сказать, что для Бога все важно. Все важно, как мы живем, важно, как мы работаем, для Бога важно, как мы стоим в очереди, для Него важно, кто мы есть в Нем. и мы входим в этот план Бога, мы входим в совершенный Его план. вот пришло время предстать Исфири перед царем. Ее еврейское имя было Хадаса, но никто не знал там, как ее зовут, ее звали Исфирь. И, а почему не знали? Потому что Мардахей дал приказание ей не говорить. И она под этим именем жила в доме царя. Она под этим именем подчинялась законам царского дома. И она делала все, что там, как нужно было жить в этом доме. И мы также, живя в этом мире, мы подчиняемся законам жизни. И мы, живя по правилам этого мира, достигаем определенный успех в этом мире. И многие, живя таким образом, они разделяют душевную, это моя жизнь, от духовной. И, живя в этой жизни, достигая каких-то определенных успехов, они не осознают, но, или осознают, идя на компромиссы с духовными ценностями. и я хочу заметить, что Испирь, она, как и Хадаса, будучи в царском доме, что она была послушна Мардахею, молча, но она не подчинялась тем законам духовным, которым было научено Мардахею. Поэтому величие Испири было не просто в ее красоте или послушанию Мардахею, но мы в конце истории знаем, что ее мудрость, ее вера, настойчивость, смелость изменили ход истории. И был последний пир, и царь спросил ее, чего ты хочешь? А она что ответила? Да будут дарованы мне жизнь моя и пожеланию моему, народу моему дай жизнь. Почему это произошло? Потому что Аман что-то сказал царю о еврейском народе. И вы знаете, то, что Аман говорил, в сущности это было так. А что он сказал? Давайте посмотрим. Это Испирь, 3 глава, 8 стих. И сказал Аман царю Артаксистку. Есть один народ разбросанный и рассеянный между народами во всем, по всем областям царства твоего. И законы их отличны от законов всех народов. И законов царя они не выполняют. И царю не следует так оставлять их. Казалось бы, он сказал правду, правда? но при этом он еще вымогал истребить их для своей выгоды. Испирь понимала всю серьезность этого дела. Она не доказывала царю ничего, потому что она понимала, что да, этот народ, как они говорят, странный, с странными обычаями, с странными традициями, и но она сказала, что я из этого народа. Посмотри, возможно, когда ты искал по всей Персии, ты не нашел, было много красивых девушек, но ты выбрал именно меня. Почему ты выбрал меня? Потому что еврейские законы, они человечные законы, традиции, все воспитание, я из них, поэтому дай жизнь этому народу. Поэтому эта книга называется книгой Эсфири, она не называется книгой Мардахея, потому что Мардахей вот он сделал, да, она еще сказала, что кстати, царь, евреи, один еврей, он спас тебе жизнь, когда покушение было на царя, и он предупредил, и мы видим исход этих событий, мы знаем, что победа была. Поэтому говоря об этой теме сегодня, мы живем в современном мире, но у нас есть исторические события, которые повторяются и повторяются, и эта тема вечности, она тоже очень актуальна. И сегодня тактика, стратегия Амана, она не изменилась. Аман дьявол и его стратегия, чтобы украсть, убить и погубить, но Господь пришел, чтобы дать жизнь вечную. А как Аман пришел тогда, так и сатан сегодня. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Мардахей это прообраз Духа Святого, потому что на самом деле он как бы вызвал проблему. Если бы не было Мардахея, не было бы проблемы. Ну и царица была бы там, она бы жила при царе. Но Мардахей это как прообраз Духа Святого. Что-то было неспокойно, что-то его тревожило, и он не стоял на месте. Он шел вперед. Он делал все возможно для того, чтобы спасти народ. И свирь это прообраз невесты. А невеста это мы, это мы община, это церковь. И никто сейчас не имеет доступ к трону как невеста, как прообраз свири. Я хочу, чтобы мы поняли, что мы как невеста у нас есть сегодня благоволение к трону царя царей. И мы сегодня можем стоять в проломе и ходатайствовать, и нести на плечах молитвы за наш народ, за спасение нашего народа, как никогда. И пророческий Дух Святой говорит о том, чтобы мы не боялись зла, потому что злой это есть тьма. Что есть тьма? Дайте определение тьмы. Правильно, отсутствие света. Поэтому у нас нету проблем с тьмой. Почему? Потому что вот если вы заходите в темное помещение, включаете свет и все, тьма ушла. А у нас есть проблема, что у нас недостаточно людей или носителей света, куда бы мы ни зашли, чтобы мы были этими светильниками. Потому что в Матвея написано, в Матвея 5.14 написано, что «Вы есть свет миру. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегшись свечу, не ставит ее под сосудом, на подсвечник ее, и светит во всем доме». Поэтому это повеление, что «Вы есть свет миру. Светите, не прячьтесь, стойте на горе, сияйте для Господа, и пусть Бог прославляется через ваши жизни». Поэтому время сегодня действовать как община, как Церковь Божия, как прообраз эсфири. Мы должны стоять, подняться, молиться, потому что на самом деле дьявол проиграет. И написано, что будет великая радость на небе. И он знает, что он уже проиграл. Но мы должны укрепиться, мы должны знать, кто есть Бог в нашей жизни. И как когда-то, когда эсфирь проходила долину смертной тени, в свое время, ее укрепление был Господь, Бог, она знала, к кому она служит, она знала, в кого она верит. Так же и мы сегодня, чтобы мы стояли вместе, надеялись на Господа. И Исайя 60-я глава написано, что восстань, светись Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой. И вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава явится над тобою, и придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию. И это произойдет с общиной, которая не боится, это произойдет с общиной, которая сильна, как знамена в преддверии праздника Пурием. Мы будем подражать эсфире, которая заступила за свой народ, рискуя своей жизнью, но при этом имея поддержку народа и слова царя Давида, что Божий жезл и Божий посов будет со мной, не в землю смертной тени. И у меня сегодня предложение к вам, не промолчите за страну перед Богом, за свою свободу, за свою семью. Если мы можем сейчас просто подняться, чтобы мы помолились сегодня, как община, как церковь, как прообраз эсфири, мы поднимем наши голоса перед Господом, мы благословим Господа за нашу страну, за наш народ, за то, чтобы больше и больше люди спасались, чтобы они познавали Господа. Потому что я вам хочу сказать, что Господь придет за своей невестой, Он придет за церковью, Он не придет за государствами, за теми, которые владычествуют, Он придет за своей церковью, которая будет чистая, которая будет готова, которая будет без пятна порока. Поэтому давайте мы сейчас в это время мы помолимся за Украину, мы помолимся за нашу страну, мы, Господь, я молюсь сейчас вместе с народом за страну Украину, мы, Господь, пророчески, ты много говорил, что эта страна, эта страна ходатайев, что эта страна имеет призвание стоять в проломе и стоять между западом и востоком, между севером и югом. Господь, как нигде в Украине столько много служителей поднимаются, как нигде, Господь, столько много служителей, пастыров, они выходят из Украины, Господь, ты их поднимаешь здесь, и я прошу тебя, благослови, пусть попальется твой дождь благословения в это время, Господь, чтобы мы взирали только на тебя, как на начальника и совершителя веры, и, Господь, чтобы мы могли высвобождать огненную любовь, пробуждение, поклонение и наполнять атмосферу здесь, в нашем городе, в нашей стране, по всему бывшему Советскому Союзу, Господь, чтобы ты поднимал людей, которые будут носителями твоей славы, чтобы ты поднимал людей, которые будут теми, которые нести пробуждение в этот мир, которые будут стоять в твоем слове, и, Господь, высвободи свой дух святой, дух премудрости, дух откровений свыше, чтобы мы знали, кто ты есть и что ты делаешь в это время, и молим, чтобы слово Машех обитало среди нас. Господь, за все тебе слава, за все тебе благодарность, тебе честь, потому что ты один достоин, ты славный, ты славный, ты славный. Мы благодарим тебя, Господь, благодарим тебя за твое слово, благодарим за то, что даже если я пойду в долина смертной тени, я не убоюсь, потому что ты со мной, твой жезл и твой пособ, они успокаивают меня. Благодарю тебя, Господь. Аллину. Дорогие одесситы и гости нашего города, мы приглашаем вас на четвертую межкофессиональную международную молитву против антисемитизма и нацизма. 30 марта 17.00 по адресу Мишелевская, 9А, 1 этаж. Пожалуйста, будьте с нами в молитве и мы нуждаемся в вас. Маши о политическое, нуждася на erme и костуде, которую ставьте круги. Редактор субтитров А.Семкин